всем привет дорогие друзья с вами джокер и сегодня вам покажу такой достаточно интересный механизм который называется умные печки в общем то давайте посмотрим как он работает потом я вам покажу всю схему и сразу народ не пишите в комментариях типа вот это уже было на ютюбе народ я вообще не знаю что не делать процессу в редстоун туториалах поэтому я решил построить такой механизм схема полностью моя я ее придумал я ее построил и так далее такой на ютюбе схем еще не видел вот так что давайте сейчас посмотрим как она работает в общем то вот сюда мы ложим уголь и сюда мы можем любую вещь которую нужно переплавить ждем пока она все это пройдет нас по воронкам вообще уйдет сундуков это ждем так можно попрыгать в общем то народ и еще сразу говорю подкиньте какие-нибудь идейки насчет механизмов насчет каких-нибудь проектов я это учту и буду вам очень благодарен так значит помог по идее у нас уже все должно было дойти да и кстати забыл сказать начале плюс данных печек является то что из ты хоть сюда 300 к положишь чего каких-либо вещей на переплавку она все придет в печке и переплавится то есть вот это очень хороший плюс и воронок там очень мало используется значит нажимаем на кнопочку так и вот у нас сразу начали загораться печки то есть давайте вот сейчас уберут это стекло и вот у нас как вы можете заметить у нас начинает все это приходить вот у нас тут уголь у меня тут походу уже был уголь вот вот как вы можете заметить нас все ровненько все красивенько разлаживается по нашим по нашим печкам в общем то если вы сейчас наверно слышите то там как бы ездят вагонетки это все основано на вагонетках конечно можно было сделать можно было сделать на воронках ну я не захотел я решил по старинке на вагонетках сделать все но схема довольно таки и классно вот пробовал уже 300 к сразу ложить вещи и они все переплавлялись вот все схема прекратила свою работу вагонетки остановились и все нормально и печкой дальше переплавляют свои вещи уже 40 пришло в общем то давайте посмотрим как эта схема выглядит и потом ее построим так давайте я сразу опять возьму уголь и мясо в общем то схема выглядит вот так я компактностью естественно не парился выглядит она так вот она основана на рельсах и вагонетках в общем то когда у нас вагонетки проезжает по вот этим рельсам у нас отодвигается у нас не проехали туда дальше нас отодвигается вот эти вот рельсы и тут такая затворка очень всем покажу даже без всяких переплавок вот смотрите в общем то нас вот вот так вот и они у нас так вот начинают ездить туда-сюда туда-сюда и так вот она потом она через некоторое время вырубается это все дело давайте мы так вот это все сделаем чтобы было по быстренько вот так так давайте вот и она возвращается в исходное положение в общем давайте это сейчас мы все быстренько построим значит что нам нужно для нашей постройки я тут уже сделал такую заготовочку и давайте начнем с выставления воронок значит воронки выставим вот таким вот образом то есть вот так здесь потом еще тут нам надо будет снизу поставить воронки это тоже нам нужно будет сделать так что поставим вот так и вот так воронки так вот так сразу проверяем обязательно правильно ли мы их поставили да кстати я тут от кое-что буквально посмотрю да все правильно стоит так и здесь мы убираем два блока и ставим так воронку и также ставим сбоку так воронки и сверху них тоже воронки вот таким вот образом здесь мы ставим вот так блоки и здесь вот так блоки вот таким образом ну пока что вот так теперь здесь мы ставим вот так вот наши тоже блоки и сразу давайте тоже поставим все воронки То есть нам нужно также поставить воронку вот таким вот образом, вот так, то есть вот так вот. И также нам нужно еще поставить воронку вот так, то есть таким вот образом. Вот что у нас должно получиться. Теперь можно выставить наши сундуки здесь, то есть ставим обычные, и рядом сундук, который на редстоуне, то есть сундук-ловушка. Вот, ставим вот так вот наши блоки, закрываем, чтобы все было красиво, и снизу мы выставляем вот таким вот образом блоки. Давайте сразу сделаем схему, которая у нас будет закрывать наши рельсы. Чтобы у нас вагонетки ездили туда-сюда. Так, значит, ставим вот так вот поршни, таким вот образом. На них ставим блок, и теперь вот так вот делаем такие вот ответвления, и ставим сюда тоже поршни. Вот таким вот образом. Теперь мы берем наши рельсы. Можно сразу, конечно, это все заделать рельсами. Вот так. И здесь обязательно нужно, чтобы было такой вот как бы подъемчик. Это нужно сделать обязательно. Так, давайте здесь поставим вот так, и здесь делаем вот так. Ну, все это можно убирать, в принципе. Так, так, все. То есть, вот так вот мы сделали. Теперь ставим наши рельсы вот таким вот образом. Фу, так. И сейчас мне нужно кое-что посмотреть, потому что я не помню, как я подключал. Я это делал, эту схему вчера. Поэтому я тут уже много чего не помню. Так, значит, так, 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 ага. Все, я понял, как я там все это подключал дело. Так, давайте сделаем день. И начнем подключать. То есть, что мы делаем? Мы ставим так блоки. И ставим вот так блоки. Здесь мы ставим два репитера на полную задержку. Теперь мы делаем вот таким вот образом. Ставим вот таким вот образом блоки. Так. Вот так. И тут просто прокладываем редстоун везде. И здесь можно поставить уже красные факела. Также мы ставим вот здесь блоки наши. Вот таким вот образом. И здесь тоже самое мы делаем. Так. И вот так. Теперь мы ставим вот сюда редстоун. И здесь ставим два репитера на максимальной задержке. Все, эта часть схемы готова. Которая у нас будет отодвигать и задвигать наши рельсы. То есть, вот, видите, это у нас все работает. Так, я не понял, что здесь уже такое произошло. Вот так. Все. И здесь нужно, кстати, блоки поставить. Ну и можно уже красные факела выставлять. И где-нибудь еще вот здесь поставлю тоже красные факела. Сразу. Так. Значит, это у нас готово дело. Теперь сделаем все здесь. Все, что нам нужно. То есть, мы вот так вот делаем вот такую вот штучку. То есть, вот так выводим это все дело. Ну и вот так вот, я думаю, будет нормально. Нет, не нормально. Так, будет тут нужно сделать побольше. Вот так. Вот так, я думаю, будет вполне отлично. Ставим здесь. Начинаем вставлять наши рельсы. Так, давайте. Возьмем. Сделаем так. Ага. У нас здесь будет так, значит, да. Значит, мы сделаем здесь вот такую вот штуку. Вот так, поднимаем это все дело наверх. И вот так. И здесь мы это все дело заворачиваем. Ну, вот таким вот образом. Так. Ну, конечно, будет выглядеть не так, как там. Но, в принципе, останется тот же самый. Значит, тут мы делаем то же самое. Так. Так. Нет, вот так. И выставляем дальше наши рельсы. Здесь нам нужно сделать будет вот так. Пока что это на время. Ставить сюда рельсы. И можно вот тут выставлять. Все. Это можно уже у нас убирать. Теперь мы убираем вот здесь рельсы. Ставим вот такие. И буквально где? Ну, я думаю, где-нибудь вот здесь. Можно поставить уже такие рельсы. Так, сейчас. Блин, все время забываю, что у меня есть такое. Сюда мы ставим нажимные. Вот таким вот образом. Тут даже можно... Подождите. Даже можно сделать вот так. Это убрать. Дело. Нам пригодится. Здесь мы пока что вот так сделаем. Потом вот так. И здесь нам нужно убрать одну рельсу. Че поставить. Сделать вот сюда. И вот так. Все. Так. Сейчас я посмотрю, сколько мы тут снимаем уже. Снимаем в 11 минут. Это, в принципе, нормально еще. Так. Ну, да. В принципе, вот так вот должно все это выглядеть. Таким вот образом. Теперь. Теперь, 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 значит, ставим здесь наши redstone блоки. Вот так. Потому что они нам нужны. Здесь очень нужны будут. Потому что здесь ты никак не разместишь. обычный, то есть, как сказать, обычный, как я тут сделал. Поэтому тут придется ставить redstone блок. Значит, тут мы тоже вот так поставим. Все. Можно ставить вот тут уже вагонетки. И сделаем нашу систему старта. Так, значит, ставим здесь репитер. Потом здесь, ага, у нас. Ну, да, в принципе, нормально. Ставим здесь так. Нет. То есть, таки лучше будет сделать вот таким вот образом. То есть, поставить здесь. Здесь. Потому что у нас стартанет раньше. И вот так вот. Конечно, схема, ну, сама структура схемы будет выглядеть по-другому. Но, в принципе, останется тот же самый. Так. И здесь можно уже вставлять таким вот образом нашу систему старта. То есть, вот. Теперь при нажатии на кнопку у нас будет наша все вот эта фигня стартовать. Давайте даже проверим это все дело. Вот. Оно у нас все стартует. Доходит туда и возвращается обратно. Вот таким вот образом. Теперь. Значит. Что нам нужно дальше сделать? Нам нужно от этих кнопок провести так редстоун. и здесь нам нужно провести так поставить репитеры. И я сейчас опять сюда подлечу, посмотрю, сколько здесь. Ага, здесь два репитера. И здесь один. И здесь еще два. Ага, окей. Значит. Ставим еще два репитера. Вот таким вот образом. Вот так. Теперь ставим здесь редстоун. Здесь еще один репитер. Здесь ставим генератор короткого импульса. Это нужен обязательно. И здесь мы ставим два репитера на максимальную задержку. И также нам нужно поставить здесь и через два блока на третий. Вот так поршни. Дальше ставим вот таким вот образом воронки. То бишь делаем стандартный таймер. Мой стандартный таймер. Который я применяю везде практически. Значит ставим вот сюда. Сюда мы сразу можем положить 64 предмета каких-либо. И сюда мы ставим редстоун факел. И вот сюда наши блоки. То есть вот таким вот образом мы это все делаем. Ставим сюда репитер. И сюда репитер. Между ними редстоун. И сюда редстоун. Все. То есть таймер у нас готовый. И теперь я кое-что сейчас тоже посмотрю. Еще как у меня здесь все это подключено дело. Ага, у меня подключены дд воронки. Все. Я понял. Теперь. Мы значит берем от этой воронки выводим сигнал. Один. Берем компаратор. Ставим его вот сюда. Дальше берем. Вот таким вот образом ставим наши красные пакела. То есть делаем инверсию наверх. И так же отсюда мы ставим вот таким вот образом блоки. Сейчас я тоже посмотрю сколько здесь блоков. Три. Так здесь три. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Ага. Пять. И там три. Все окей. Значит смотрите. Отсюда мы тоже ставим получится. Один. Два. Три. Потом один. Два. Три. Четыре. Четыре. Пять. И дальше вот так вот проводим к нашему вот этому поршню. Это нужно для того, чтобы когда вагонетки наезжали опять на эту же рельсу, когда возвращались назад на нажимную, механизм не активировался снова. То есть вот для чего нужно вот это вот такое вот ответвление. И ставим здесь все, заставляем репитерами на максимальную задержку. То есть вот таким вот образом это мы все делаем. Так. Так. И вот так. Все. Здесь мы ставим редстоун, естественно. И в принципе все готово. Можно еще для удобства вывести отсюда этот просто какой-нибудь индикатор, чтобы видно было, что троп приходит. Так. Давайте его выведем. Давайте отсюда даже выведем его. Вот таким вот образом. Вот так. Такой вот индикатор. Ну и в принципе все. Схема готова. Можно даже ее проверить сейчас. Давайте проверим. Возьмем, допустим, опять же наше мясо. Возьмем также уголь. Давайте другую возьмем. Вот так. Положим сюда уголь и сюда уже мясо. Все у нас в вагонетке поступает. Поступает. Отлично. Теперь надо проверить, чтобы все схемы работали. И все. И можно заканчивать на этом видео. Так. Значит, ждем. Пока что. Оно поступит у нас в вагонетку. Давайте сейчас посмотрим, что у нас. Все ли у нас тут нормально. Потому что могут быть какие-то осечки. Могут быть какие-то непонятные проблемы. У меня были с таким механизмом проблемы очень хорошие. У меня неправильно стояли воронки в некоторых местах. Там в некоторых местах подлагивало. Вот так. Значит, все наше пришло. Теперь нажимаем на кнопочку старта. Так, стоп. Что за говно? Все. У нас все отправилось. Все тут у нас закрылось. Отлично. Вагонеточки ходят туда-сюда. Проверяем. Все ли у нас тут нормально. Так. Отлично. И проверяем сюда дроп у нас ходит. Сюда у нас дроп ходит. 64 предмета вот сюда. Можно время увеличить. Добавить еще, допустим, стак. Если вам времени мало. И все. Вот такие вот дела. Значит, проверяем. Сейчас проверим нашу систему возврата вагонетка. Будет ли... Не будет ли механизм активироваться снова. Так. Давай быстрее. Вот. У нас механизм вернулся в исходное положение. И все. Все отлично. Все хорошо. У нас механизм не активировался второй раз. Так что... Все отлично. Все вполне нормально. На этом, я думаю, я закончил такой вот Redstone туториал. Не знаю. Пишите в комментариях, что вы хотите еще увидеть на моем канале из Redstone. Там что-то. Ну, что я не знаю, что делать. У меня вот в голову пришел такой вот проект. Я его воплотил в жизнь. И также какие-нибудь эпические тоже там мини-игры. Можно какие-нибудь... Я не знаю, что лично построить. Потому что идей нету. Все уже построили. Поэтому я не знаю. В общем-то, всем спасибо за просмотр данного ролика. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ну, а с вами был Джокер. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok